Один из самых известных и узнаваемых военных вертолетов во всем мире советская военно-транспортная машина Ми-8 Непременно участник всех локальных конфликтов на территории стран бывшего Советского Союза участник боев на Северном Кавказе в 90-е годы а также множество локальных войн на территории стран всего мира там, где участвовала наша военная техника История создания, боевое применение и, конечно, экскурсии по легендарной машине сегодня в нашей программе К концу 50-х в составе военно-воздушных сил Советского Союза насчитывается уже несколько вертолетных дивизий Стоявший на вооружении многоцелевой Ми-4 может перебросить в тыл врага сразу 19 десантников или же принять на борт до 8 носилок одно орудие или автомобиль Но время идет, а армии требуется новая машина В 60-м году конструкторское бюро МИЛИ начинает разработку вертолета для замены Ми-4 Первый полет опытный образец совершает в 61-м году А начиная с 65-го его запускают в массовое производство в Казани под названием Ми-8 Забегая вперед, хочется отметить В истории мирового вертолетостроения по общему числу выпущенных машин свыше 12 тысяч Около 8 тысяч в Казани и свыше 4 тысяч в Улан-Удэ Ми-8 не имеет аналогов среди аппаратов своего класса Предназначен для перевозки личного состава, боевой техники, некрупногабаритной Также транспортировки на внешней подвеске крупногабаритных грузов общей массой до 3 тонн В состав вертолета входит у нас цельнометаллический полумолококфюзеляж Силовая установка Два турбовальных двигателя ТВ-3117 Мощность одного из двигателей 2,150 лошадиных сил Пройдемте в кабину экипажа, посмотрим, как вертолет у нас управляется изнутри Присаживайтесь на место бортового техника В кабине экипажа у нас представлена левая приборная доска Левого летчика, правая приборная доска, летчика-штурмана Управление вертолетом у нас происходит от ручки управления командира экипажа Рычага общего шага и педалями На ручке управления у нас представлена тангента СПУ для связи с экипажем внутри кабины До первого щелчка, до второго щелчка у нас связь с руководителем полетов на аэродроме Кнопка выключения автопилота, кнопка применения авиационного вооружения и тормоз колес Рычаги раздельного управления двигателем левого-правого Для выполнения дросселирования двигателя и также при особых случаях в полет На рычаге шага у нас рукоятка коррекция для перевода с режима малого газа на повышенный режим Вот бортовая техника вот у нас на вашем месте как раз сидит, вот это вот его вочина Контролирование температуры масла, температура двигателя, температура лево-правого давления, температура лево-правого редуктора Вот это его вочина, полностью вот запуск, то есть вот командир экипажа он только таксист можно сказать Вот, но это в боевых полках, в инструкторском полку у нас немножко другая работа здесь Так как мы инструктора, мы соответственно учим запуску, опробованию двигателей А бортовой техники это вот как раз у вочина, полностью запускает вертолет, полностью его, так скажем, осматривает Представлен у нас крана останова двигателя на включении и на выключении То есть на включении у нас кнопка запуск, левый движок, кнопка запуск, правый движок Также после охлаждения двигателя на малом газе у нас идет выключение Педали у нас служат для разворотов, для выполнения навесения и для выполнения выдержанного направления при полете На педалях у нас стоят концовые микро-выключатели для отключения автопилота. На левой приборной доске у нас представлен прибор для определения тангажа и определения крена. Представлен прибор для определения направления полета вертолета, высотомер, барометрический высотомер, радиовысотомер, указатель оборотов винта, указатель шага винта в градусах, указатель оборотов турбокомпрессора двигателя, указатель скорости, указатель температуры газов на выходе. С правой стороны у нас выполняет полет летчик-штурман. У него в состав его вооружения входит оптический прицел. Пойдемте покажем. Оптический прицел предназначен для выполнения штурманских расчетов и прицельного огня на полигоне сброс авиационных бомб. Выходим на цель, выполняем прицеливание, сброс. На вертолете у нас установлены фермы. На фермы мы подвешиваем авиационные бомбы калибра 50, 250 и 500 кг. В современных условиях авиационные бомбы вертолетная авиация не применяет, так как у нас установлены ракеты. Задачи по прицельному бомбометанию у нас выполняет фронтовая и дальняя авиация. На сегодня уже вертолетная авиация практически авиационные бомбы у нас не применяют. Пройдемте в грузовую кабину. У нас на вертолете установлены два дополнительных бака. Они у нас входят в состав топливной системы. Вместимость топливного бака, как и левого, так и правого, 915 литров. Какой расход вообще? Расход 900 литров в час при работе двигателя выше малого газа. На малом газе 600 литров. Практическая дальность полета вертолета с одним дополнительным баком у нас 725 км. С двумя дополнительными баками 950, при условии, что вертолет у нас летит при нормальном взлетном весе 11-100. И крейсерской скорости 220-240 км в час. Пройдемте к левому подвесному баку. Вместимость этого топливного основного бака 745 литров без пенополиуретана. С пенополиуретаном на 25 литров меньше. Бак у нас основной, покрыт пенополиуретаном. Назначение его, так скажем, предохраняет от течи топлива. А как он может предохранить? То есть, вот он мягкий снаружи. Ну, вот если, допустим, в боевых условиях у нас идет пробивание бака стрелково-пушечным вооружением, в пенополиуретан он стягивает. Струя будет намного меньше. Лебедка ЛПГ-150 ходит также в состав вооружения. Предназначена для подъема на борт экипажей, терпящих бедствия и так далее. Осуществляется подъем и выпуск. Осуществляет подъем и выпуск бортовой техник с помощью вот этой тангенты. Выпуск, уборка. Сколько вес можно брать? До 150 килограмм. Первое боевое применение Ми-8 происходит в Афганистане. Военно-транспортные борта выполняют весь спектр работ по обеспечению прикрытию пехоты и разведгрупп. Доставка грузов, эвакуация раненых, заброска разведчиков в высокогорные районы. Подполковник запаса Валерий Мироненков в воздухе провел 3,5 тысячи часов, а в той афганской войне совершил 410 боевых вылетов на штурмовке и высадке десанта. Всех больше запомнился первый бой. Первая операция, в которой реально участвовал, реально стрелял по людям. Я скажу, не скрывая это, я никогда ее не скрывал. Это получилась информация, что афганские войска попали в засаду. И нас вызвали четверка вертолетов, вызвали для того, чтобы мы помогли им из этой засады, из этого окружения выйти. Летели мы довольно далеко, на предельной высоте и на предельной по расходу топлива. То есть на работу оставалось, по боевой стрельбе, оставалось где-то 10-15 минут. Высота была в пределах 2,5 тысяч метров, соответственно, вертолет немножко вялый в этом, на этой высоте ведет себя. И когда мы это нашли, вот этот участок, стали обрабатывать, обработали. Вначале было сложно, ну, живые люди, я ж никогда же, мы живые не стреляли, а вот нереально, мы их увидим, и вот отработали, когда... Мы, правда, все сделали хорошо, все это, они вышли из окружения, нам благодарность объявили, что спасли там многих афганцев, афганской армией, народно-освободительной. А когда я прилетел назад, мы сели, я вышел, выйти из вертолета не мог, у меня дрожали ноги. Вот дрожь ног была такая, что я не мог их остановить. Когда мы туда пришли, там, войска, в самом деле, находились в окружении, кругом стояли бандформирования, откуда они появились, только много не полу, непонятно, но тем не менее. И мы поработали, две или три, наверное, бандформирования отработали полностью, то есть весь боекомплект мы вывели, вот, и, соответственно, помогли выйти из окружения данным афганскому подразделению, ну, по-моему, там был батальон, по-моему, что-то такое, вот, выйти из окружения. И из-за этой операции, в общем, мне вот, был приставлен я к награде ордена Красной Зидеры. Для борьбы с вертолетами моджахеды используют практически весь спектр стрелкового вооружения. Самым результативным оказывается крупнокалиберный пулемет ДШК и, конечно же, переносные зенитно-ракетные комплексы. Появление у афганских моджахедов высокоточных ракет заставляет полностью пересмотреть тактику применения винтокрылых машин на афганском театре военных действий. Теперь на штурмовке машины заходят на предельной высоте и пикируют на подходе к цели. С 1984 года, когда начались интенсивные поставки вооружения, включая ракеты, тут, кстати сказать, ракеты ПЗРК поставляли не только страны НАТО, скажем так. Очень много было поставок с Китая, очень много поставок, Пакистан, ну, фактически очень много стран. Ну, и включаем, конечно, американцев, которые поставляли свои более современные, французы поставляли свои ракеты, англичане поставили. Ну, англичане мало, но, тем не менее, тоже поставили. Поэтому тактика вертолетной авиации была изменена. То есть мы с больших высот сразу шли вниз, на предельно малые высоты, но там сразу появилась специфика такая, что по вертолетам уже, соответственно, внизу, в предельно малых высотах, соответственно, надо было уже, вернее, они знали, что надо применять, не применяли, начиная все оружие, и гранатометы, и крупнокалейные пулеметы, и простое вооружение. Поэтому специфика работы была, ну, каждый день менялась. Сегодня, по разведданным, там находятся комплексы ракет, значит, там нельзя лететь. Здесь находится комплекс большой, другой какой-то стоит. Там нельзя лететь. Приходилось очень много выбирать и, соответственно, менять тактику. Какие системы пузырька использовались? Ну, в основном там использовались системы пузырька. Стингеры, как правило, использовались, Смальта использовалась у них не. И, значит, и наша Стрела-1, которую постреляли китайцы, постреляли. Как правило, чтобы сбить один вертолет, им необходимо было сделать пределы трех пусков. То есть эффективность, вот, маневренность вертолета плюс горная местность, эффективность снижалась. Ракет, как правило, на один вертолет они используют, как правило, три. Как правило, три. Ну, четыре, два. То есть одной ракетой, как правило, не удалось сбить. Особое уважение у всех международных экспертов вызывает надежность боевой машины. Так, например, в Афганистане Ми-8 разрешалось выпускать на задание с частью неработающего оборудования, отказами отдельных систем и незашивными пробойными, из которых по кабине гулял сквозняк. Фактически гидросистема даже повреждалась, дубляжущее работало. Это очень серьезно. Пробивали даже, ну, уж не говоря, прилетали вот по опыту наших летчиков, которые, конечно, все это дело проходили, и ремонты были. Здесь даже смотрели мы. То есть вплоть до того, что повредение лопастей основных, ну, буквально на нескольких секциях. И борт все равно приходил, и надежность и живущая была. Ну, понятно, Афганистан показал, что надо кое-что дорабатывать. Ставили, вот появились там бронированный низ, потому что пробивали, убивали летчика, бронированную спинку. Ну, то есть война в Афганистане показала, что нужны доработанные вертолеты с более мощными двигателями, так как горы, высокогорье, после этого вот пошли так называемые МТшки с новыми двигателями, которые потом пошли на 24-ки, эти двигатели. Вертолетный парк Ми-8 еще не выработал свой ресурс. Еще минимум 2-3 десятилетия машины такого класса останутся на вооружении российской армии. И это как минимум, потому что его новая глубокая модернизация, которая носит название Ми-8 АМТШ, уже массово строится и поступает на вооружение российской армейской авиации, и даже идет на экспорт. Так что история легендарной машины не заканчивается, а лишь набирает обороты. С вами был поисковый отряд, и я Александр Майоров. Не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова